Первый знаковый для Одинцова турнир по дзюдо прошел под знаком качества. На открытое первенство приехали почти 270 человек из 17 регионов России. Ветераны спецподразделения Альфа выступили организаторами и спонсорами турнира. Мы понимаем, что если не мы, то работать с детьми по большому счету некто. Потому что та система подготовки спортсменов и спортивных школ в редких городах, где дети занимаются бесплатно. Нашими клубами, как правило, руководят ветераны подразделения, которые сами прошли через школу спорта Советского Союза Российской Федерации. Немногие стали чемпионами мира и Олимпийских игр, но по крайней мере каждый из них стал настоящим защитником Отечества. И на сегодняшний день представляет многие виды спорта. Турнир подобного уровня проходит на Одинцовской земле впервые. Да и сама школа дзюдо была создана всего год назад. По стечению обстоятельств в эти майские дни, выполняя боевую задачу, погибает Эдуард Сухаревский. Участники соревнований почтили память минуты молчания всех воинов, отдавших свои жизни за нашу спокойную жизнь. На первых моих соревнованиях я второе место занял. На прошлых больших соревнованиях я пятое место проиграл чемпиону мира. Сегодня надеешься победить. Какое место хочешь занять? Ну, хочется первое, но если будет второе, я не обижусь. Дальше мальчишки и девчонки 2008-2001 годов рождения принялись выяснять, кто из них лучше овладел техникой единоборства. Бои между ребятами получились жаркими. Одинцовские спортсмены смогли завоевать пять личных наград. Саид Исмаилов и Эдуард Казарин в своих весовых категориях заняли третье место. Глеб Сильчев и Владислав Ратов остановились в одном шаге от высшей награды. Артак Абрамян выиграл золото. В общекомандном зачете третье место заняли воспитанники московской школы дзюдо. На втором ребята из города Чехова. Лучшими спортсменами стали гости из Можайска. Рустамагишев, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова